итак александр где мы находимся что это за локация и вкратце про участок иван мы находимся 15 километров от города великий новгород недалеко от озера ильминь еще тысячи лет назад на этих землях стояли старые древнерусские деревни а сейчас стоит наш прекрасный скандинавский дом касаемо посадки дома на участке это не совсем стандартная посадка обычно все ставят по красной линии ближе к дороге чтобы взять максимум от участка здесь же дом ориентирован в первую очередь по лесу заказчики сделали так чтобы у них открывался прекрасный вид с кухни гостиной на участок и на посадке касаемо размеров дома по основному каркасу без учета перекрестного утепления и отделки габарит дома 8 на 12 метров вместе с котельные говорит дома восемь на 14 с половиной метров если мы с вами добавим перекрест добавится с каждой стороны порядка 20 сантиметров к общему объему метраж дома порядка 90 квадратных метров полезный же метраж около 70 квадратных метров но полезный метраж мы с вами включаем большую кухню гостиную вместе с большой г-образной террасой квадратура дома порядка 132 квадратных метров. В доме есть все необходимое для полноценной загородной жизни. Это котельная с постирочной, холл, кладовая, три спальные комнаты, большой санузел и отличная кухня-гостиная практически 30 квадратных метров. Для возведения дома был выбран оптимальный на сегодняшний день и оптимальный для этой местности фундамент. Это железобетонные забивные сваи. Сваи тут небольшие, у нас песчаные грунты, плотные грунты и свая тут от 3 до 4 метров. Это оптимальный вариант по соотношению цены и качества. Касаемо технологии, все сделано просто. Это классический каркасный дом с укосами, с ригелями. Все сделано так, чтобы наш дом простоял веками, выдержал любой ураган и любой снегопад на северо-западе. Самое интересное это утепление. Полы в доме утеплены на 270 миллиметров, стены на 200 миллиметров и потолок на 300 миллиметров. Все утепление сделано базальтовыми плитами перекрестным образом. Касаемо стиля дома. Это классический одноэтажный скандинавский дом с грубой и аскетичной наружной отделкой из обрезной доски с нащельником. Фасад выполнен из двух вариантов досок. Первая доска это доска 20 на 200. Это доска из-под пилорамы. Вы можете увидеть рисунок доски и увидеть, как она была сделана. Произведена вторая доска. Это доска 40 на 20 из-под той же пилорамы. Это доска с ворсом. Доска не обработана. Доска не строганная. То есть это грубая обработка по сути с естественным ворсом. Данную доску мы покрасили красками известного финского производителя и закрепили этот прекрасный вид на ближайшее десятилетие. Касаемо монтажа наружной отделки. Монтаж наружной отделки выполнен на ершенные гвозди. Это оцинкованные ершованные гвозди. Дальше это гвозди прокрашенные той же краской. Сейчас все больше и больше прокрашиваем гвозди для того, чтобы дополнительно их защищать. Потому что каким бы ни был цинк на ваших гвозях, потеки, увы и ах, на светлых тонах они возможны. Цоколь выполнен из доски 20 на 100. Это доска из-под многопила. Тоже поднятый ворс. Характерный рисунок из-под пилы, из-под диска. Цоколь также будет служить верой и правдой долгие годы. Он в первую очередь будет подвержен определенным нюансам, связанным с водой и солнцем, но будет также таким же стойким, потому что это ворс. Это не строганая доска. Окна отделаны от косы и окна отделаны наличником из-под многопила. То есть тот же ворс. С весы отделаны такой же доской, что и цоколь, но выкрашенный уже в цвет дома. Лобовые доски сделаны из имитации с поднятым ворсом. И переходим к кровле. Кровля интересная. На кровле у нас покрытие андувила. Смотрится интересно и необычно. И достаточно редко мы встречаем данное покрытие в нашем регионе. Если мы говорим о преимуществах именно этой кровли, первое, что вы встречаете глазами, сейчас это не особо видно, это интересный внешний вид. Это волнистая кровля, сильно отличается от гибкой черепицы, смотрится интересней, но имеет все те же плюсы. Это долговечность, кровля не слышно, то есть если у нас идет сильный дождь, то мы его не слышим. В нашем случае, конечно, это неяркий плюс, потому что у нас есть холодный чердак и даже если была бы металлочерепица, то в принципе от нее мы тоже бы ничего в доме не слышали. Водосочная система металлическая, выведена в дренажную систему, вся дренажка уходит в лес. Окна в доме пластиковые, 70-й профиль, 70-й профиль в массе темно-серый, снаружи внутри сделана ламинация. И спорное решение, Иван, для твоих подписчиков это однокамерные пакеты. Однокамерные пакеты с энергосбережением, с напылением, с расширенной рамкой. Это то решение, которое мы считаем оптимальным. Во-первых, это тепло. Во-вторых, нет лишней нагрузки на стеклопакет. И вам понадобится уделять меньше внимания вашему окну в будущем, меньше его регулировать и следить за ним, потому что это решение оптимально. Да, что еще мы видим на фасаде? Мы видим подсветку фасада и видим решетки для приточной вентиляции. Об этом мы расскажем чуть позже. Иван, и отдельное внимание я хочу уделить террасе. Я считаю, что в каждом доме необходима терраса. Терраса, во-первых, это красиво. Во-вторых, терраса избавляет ваш участок от ненужного строения, такого как беседка. Террасу вы делаете с той стороны вашего дома, с которой открывается отличный внешний вид. На террасе вы можете встречать рассвет или провожать закат, в зависимости от того, как вы поставили свой дом на участке. На террасе вы можете встречать шумные вечеринки и посиделки с вашими друзьями. Терраса это необходимый, на 100% необходимый элемент, который дополняет ваш дом и делает его гармоничным с вашим участком. Покрытие пола терраса это террасная доска, не вельвет, просто строгана доска, елка сосна. Возможно, кто-то скажет, что это решение спорное для террасы, что это слишком мягкое покрытие, но мы используем именно такой вариант, потому что мы делаем лучшее соотношение цены и качества. Опять же, ту же самую террасную доску в 6-метровом варианте на северо-западе лестницу просто не найдешь. А здесь интересное решение смотрится красиво, лаконично и реально долговечно. И долговечно за счет чего? В первую очередь, это подготовка доски, то есть правильная сушка, правильная обработка, пропитка на стадии производства, это пропитка погружением в антисептики и дальше покраска террасным маслом. Просто обновляйте террасное масло периодически и все с вашей террасной доской будет прекрасно. Входная группа оформлена временными ступенями, это удобное, но временное решение. Временное почему? Потому что участок еще на 100% не готов, то есть в ближайшее время будут спланированы дорожки, будет спланирована новая лестница, но внешний вид лестницы скорее всего останется таким же, потому что, ну не знаю, это интересное и красивое решение. Иван, при входе у нас две двери, одна дверь ведет в дом, вторая дверь ведет в котельную. Давай я покажу тебе котельную. Оборудование занимает немного места, основа это котел, котел греет теплоносители, который проходит через гребенки в теплые полы по контурам. Вот, Иван, можешь посмотреть, как все это сделано. Обрати внимание, что гребенка закрыта шкафом на заказ, то есть не стандартным решением, металлическим, грубым, некрасивым шкафчиком, а шкафчиком, сделанным в стиле дома. Дальше у нас система управления скважиной, то есть в скважине стоит насос, все подается в дом, проходит через фильтра грубой очистки. Дальше идет у нас система очистки водоподготовки. Здесь у нас вода смягчается и дальше проходит в дом. По водоснабжению в доме поставлен небольшой гидроаккумулятор. Гидроаккумулятор дает постоянное давление на холодную и горячую воду. Горячая вода подогревается бойлером с косвенным нагревом через котел. То есть сейчас в доме работает котел компании Эван, который греет и теплоноситель и подогревает воду в бойлере. Опять же данным котлом можно пользоваться и летом, когда перекрываются теплые полы, либо летом можно подключить отдельно тэн, то есть тэн в бойлере предусмотрен. Переходим дальше. Поставлена система стабилизации напряжения. Небольшая зона, небольшой щиток. И самое интересное, к чему мы перейдем чуть дальше. У нас в котельной установлены выключатели всего освещения и всего оборудования в доме. Уже к данным выключателям через реле подключены беспроводные выключатели, которые связаны с системой умного дома и системой всех датчиков. Датчиками CO2, датчиками температуры. Пора переходить в дом. В доме все самое интересное. Сегодня я хочу вас познакомить с кое чем важным и необходимым в загородном доме. Это портативная зарядная станция EcoFlow Delta 2. Если вы живете за городом и у вас случаются отключения электричества, то эта станция станет вашим надежным другом и помощником. Ее мощность 1 кВт час и этого будет вполне достаточно на несколько часов для ваших потребностей. Кроме того, мощность станции можно увеличить до 3 кВт часов, добавив еще дополнительные батареи. При этом выходная мощность переменного тока 1800 Вт, что дает возможность подключить к станции различные гаджеты, ноутбук, телевизор, микроволновую печь, холодильник, мультиварку, чайник и многое другое. Кроме того, такую станцию можно использовать не только дома. Возьмите ее с собой в машину в путешествии и заряжайте станцию с помощью прикуривателя. Это особенно актуально автопутешественникам и тем, кто любит отдыхать на природе. У EcoFlow также есть другие модели станции на разные задачи и бюджет. Есть солнечные панели, от которых можно заряжать станцию, генераторы, работающие от газа и бензина и другие аксессуары. Помимо этого, комплект Smart Home панель Combo позволяет встроить станции EcoFlow Delta Pro в домашнюю сеть и создать гибкое расширяемое решение, которое сделает ваш дом более автономным. Еще, что удобно, с помощью мобильного приложения вы можете управлять станцией в реальном времени из любой точки мира. Узнать подробности и купить сарядную станцию вы можете по ссылке в описании под видео и по QR-коду на экране. Итак, Иван, прихожая. Прихожая у нас небольшая, порядка пяти квадратных метров, но прихожая продуманная. Небольшой метраж, встроенный шкаф. Есть место, где посидеть, разуться, куда можно повесить уличную одежду гостей. То есть оптимальное решение. Вот посмотри. Большой шкаф, шкаф практически 3 метра высотой. Помещается вся уличная одежда. Можно расположить сезонную одежду выше. Сделана интересная ниша. То есть посмотри, где располагается уличная обувь. То есть там в два ряда можно поставить уличную обувь, и она не будет мешать твоему внешнему восприятию дома. По цветам у нас в прихожей и в кухне-гостиной стены выкрашены в светло-серый цвет. Двери и корпусная мебель сделаны на пару оттенков темнее. То есть это серый цвет. Пол во всем доме сделан тоже серый, но светлее стен. Смотрится интересно. Это крупноформатный керамогранит. Выполнен в едином порядке. Смотрится очень интересно. И что я хочу отметить, в доме выполнены теплые полы. То есть в любое время года пол будет ощущаться максимально комфортным. Это теплое решение. Полы сделаны на основе сшитого полиэтилена в стяжке 7 сантиметров. Далее из прихожей мы попадаем в кладовую. Кладовая очень интересная. Давай пройдем, посмотрим, что у нас тут. Так, освещение где? Так, вот оно освещение. Да, и про освещение чуть-чуть позже расскажу. Кладовая небольшая. Изначально в проекте в этом помещении располагалось постирочное и гостевой санузел. Но это помещение было отдано в пользу кладовой. И по освещению, Иван, хочу отметить, что в кладовой, в холле и в санузле освещения отсутствуют какие-либо выключатели внутри этих помещений. То есть ты не можешь выключить. Ты приходишь и за счет датчиков света, за счет датчиков освещения и движения включается свет. Что интересно, удобно и нестандартно. Идем дальше. Из прихожей две двери, в санузел и в главную спальню. Давай пройдем в санузел. В санузле тоже отсутствует кнопка включения и выключения света. В санузле располагаются два датчика движения и датчика освещения, которые можно настроить на различную работу. Сейчас датчики работают на основе датчиков движения. То есть есть движения, они включаются. Ты выходишь, они через две минуты выключаются. Комфортно, интересно и самое главное, Иван, на стенах нет ничего лишнего. Когда у тебя много, не знаю, батареи просто из выключателя, это тоже смотрится лишним, лишним мусором. В санузле большой душевой уголок, полотенцесушитель, встроенный унитаз и раковина. Все, что нужно. Санузел тоже порядка пяти квадратных метров. Воздушный, воздушный в первую очередь за счет метража и прозрачный душевого уголка прозрачного. Кстати, на потолке здесь я еще вижу колонки. Это встроенная аудиосистема? Да, по поводу аудиосистемы мы чуть позже тоже расскажем про Алису. На потолке здесь встроена Алиса, то есть можно принимать душ и узнавать, не знаю, новости, слушать аудиокниги и разговаривать с Алисой. Вентиляция также смонтирована в потолке, не имеет кнопки физическое выключение-включение и работает по датчику влажности. Датчик влажности сейчас расположен здесь, можно поставить в любое место и все это будет работать, грубо говоря, в автономном режиме без участия человека. Один раз настроил и все работает прекрасно. Далее вход в главную спальню, в спальню родителей. Спальня родителей около 15 квадратных метров. Изначально в проекте она была чуть меньше, но благодаря изменению по встроенной мебели комнаты стало чуть больше. Смотрится комната, не знаю, визуально метров 18. Почему? Потому что отсутствует какой-либо шум от мебели. У нас тут встроенный шкаф, лаконичная мебель, интересная выкраска стен. И опять же, обрати внимание, Иван, на стены. Стены отделаны и горизонтально, и вертикально. По освещению. Освещение в комнате сделано за счет встраиваемых рейлингов. Мы встроили рейлинги в имитацию бруса, то есть встроили в потолок. И сделаны два светильника над прикроватными тумбочками. Касаемо прикроватных тумбочек и вообще в целом по мебели в этом доме. Основная мебель в этом доме корпусная. Это недорогая корпусная мебель, которая за счет деталей смотрится богато, лаконично и смотрится на своем месте. Посмотри на детали. То есть вот у нас есть шкаф, обычная корпусная мебель, но на шкаф были заказаны деревянные ручки. И шкаф смотрится уже совсем по-другому. Опять же по цветам все подобрано идеально, все продумано. И все это продумано благодаря Артему, нашему заказчику. Иван, прошу не забывать, что мы находимся с тобой в каркасном доме. Каркасный дом это термос. В каркасном доме, в правильном каркасном доме стены не дышат, они не могут дышать. Дом должен дышать в любом доме. Каркасный, кирпичный, в особенности каркасный, за счет вентиляции. То есть в этом доме, в каждой комнате есть приточная вентиляция. Это приточная вентиляция от российского производителя. Данные приточные клапана делаются в Санкт-Петербурге, хорошей компанией. Приток воздуха за счет приточки. Отток идет за счет принудительной вытяжки в санузле, которая включается за счет датчика СО2. Вытяжки на кухне и за счет датчика СО2 в основном помещении, который включает крышный вентилятор и включает принудительную вытяжку в основном в главном помещении, в кухне-гостиной. В это помещение мы сейчас пройдем и посмотрим его более детально. Ну и мы попадаем в центр дома. Иван, кухня-гостиная. Большое пространство для семьи и гостей. Кухонный гарнитур небольшой. Всего лишь один шкаф, рабочая поверхность. Все сделано лаконично и без лишнего шума. Обрати внимание, нет лишних шкафов. Кухня сделана не до потолка. Возможно, твои зрители скажут, что почему кухня такая маленькая. Ведь большой дом, большая семья, гости, где все хранится. Во-первых, есть кладовая. В кладовке также хранится кухонная утварь, какие-то сыпучие продукты. И обратите внимание на центральный большой стол. Это кухонный островок. Это стол для приема пищи. Это место для хранения, которое заменяет, которое полезнее и лучше большого шкафа. Потому что что такое шкаф на кухне? И не дай бог угловой шкаф на кухне. Это то место, где у вас пропадает все. Где вы не знаете, что хранится. А здесь под островком ящики. Ящики все выдвижные. То есть здесь можно грамотно и красиво все хранить. И все помещается. Иван, обрати внимание, как и с интерьером, все продумано до мелочей. Кухня, повторюсь, выглядит небольшой. Но помещается все, что необходимо. Удобно, практично. Обрати внимание еще на прекрасное окно. То есть дом. Дом светлый. Несмотря на то, что дом расположен не по солнечной инсталляции. То есть не думали о солнце. Хотели увидеть всю красоту из дома. В доме светло. Большие окна. Окна идут по кругу. Чувствуешь себя очень комфортно. Да, и касаемо мойки у окна. Многие считают, что мойку у окна ставить не надо. Что будут лететь брызги. Что окно придется мыть. Хочу же отметить следующее. Что у кого-то будут лететь брызги. У кого-то нет. Но и эта же кухня. Кухню нужно содержать в порядке. То есть всегда можно намыть и окно, и поверхности вокруг. То есть в этом вообще никаких проблем я не вижу. Если вы считаете необходимым разместить окно рядом с мойкой или наоборот. Размещайте. Просто продумайте, как вы будете эксплуатировать вашу кухню. То есть, Иван, если ты планируешь себе кухню, ты должен помнить, где у тебя должен располагаться холодильник. После холодильника мойка. Потом готовка. Тут сделано все классическим образом. То есть мы можем готовить по прямой линии. То есть это холодильник, мойка, рабочая поверхность, варочная поверхность. Либо работать по правилам треугольника. Достали продукты. На этом же столе все сделали. Подготовили мясо. И дальше идем на варочную поверхность. Все продумано до мелочей. Тут мне просто не к чему придраться, даже если очень хотелось бы. Перемещаемся в гостиную и снова мы видим продуманный интерьер и интересное решение. Все вроде бы просто, но посмотри, как все смотрится. Прекрасный диван, отличный стол, два кресла. В этой гостиной поместится большая тусовка и будет чувствовать себя прекрасно. Опять же, кстати, хочу вернуться к моменту, что датчик CO2 находится в гостиной. То есть как только CO2 будет выше, чем 800, включится система вентиляции. Система вентиляции находится на потолке. Вытяжка. И воздух будет обновляться. И вам будет комфортно в этом помещении. Потому что чем выше CO2, тем хуже вы себя чувствуете. У вас начинает болеть голова и вы хотите побыстрее уехать с этой тусовки. А тут просто выезжать не будет какого-либо желания. Поговорим о ярких пятнах в этом интерьере. При входе мы видим интересную, красивую дубовую столешницу на кухне. Также в этом помещении небольшой стол, тоже дубовый. И система хранения, которая выполняет роль интерьерного решения. Это шкаф в стиле лофт, который прекрасно вписывается в этот интерьер. В этом доме нет плинтусов. Тут имитация теневого плинтуса по полу. Везде встроены шторы. То есть ничего лишнего. Освещение в доме выполнено на основе треков и подвесных светильников. Все смотрится гармонично. И Иван, если ты планируешь себе дом, долго продумываем дизайнер. Или не дизайнер. Хочу на эту тему отдельную поговорить. Дом у меня уже есть, к слову говоря. Если ты будешь планировать еще один дом, я хочу твоим зрителям рассказать. Вот хозяин этого дома радиотехник. Он не дизайнер. Но я считаю, что он больше дизайнер, чем, не знаю, половина наших дизайнеров. Без обид, друзья мои. Просто продумывайте и делайте оптимальные и, самое главное, удобные решения. Вернемся к имитации теневого профиля. Все сделано достаточно просто. До отделки стен выполнено напольное покрытие. То есть поставлена плитка. Далее под все стены был поставлен профиль из фанеры 8 мм. И этот профиль являлся стартом отделки. То есть этот профиль делается вот таким вот образом. Если вам интересно, как сделаны встроенные шторы, все тоже достаточно просто. На потолке в доме под освещение и под электропроводку прибит двойной брусок. Это 7 см. А вместе штор, брусок одинарный. Все очень просто. Помимо того, что это удобный, продуманный дом с интересными интерьерами, это еще и умный дом. В этом доме с телефона или голосом вы можете управлять светом и, например, шторами. Алиса, закрой шторы в зале. Шторы можно открыть и с Алисой. Попросить ее открыть шторы в зале. Либо удерживанием клавиши на выключателе можно также открыть шторы. Как и открыть, так и закрыть. Дом Артема отличается от базовой версии и оконной группы. В базовой версии проекта здесь несколько окон. Все окна открываются. Здесь же был выбран вариант большого глухого окна. Если вы переживаете, Иван, за вентиляцию, то дверь, ведущая на террасу, также открывается в режиме проветривания. И нет смысла от открытия данного окна. Из кухни-гостиной можно пройти в две комнаты, которые являются либо детскими, либо, как в этом варианте, гостиной и детской. Давай, Иван, я покажу тебе гостиную. Гостевая комната небольшая, порядка 11 квадратных метров. На самом деле для и постоянного проживания, и для дачного проживания 11 квадратных метров хватает за глаза при грамотном планировании, меблировке и вообще понимании, что вы ждете от помещения. Здесь спальня для гостей. Кровать двуспальная, метр 60 на 2 метра. Встроенный шкаф, опять же, который не вносит в помещение никакого лишнего шума, не выделяется. Помещение идеальное для своего назначения. И в каждой комнате обязательно, не устаю повторять об этом, в каждом комнате приточная вентиляция. Вентиляция в доме должна быть строго обязательно. И давай, Иван, перейдем в детскую комнату. Хочу остановиться сначала на встроенном решении. Вот такое встроенное решение. Вот эта вот змейка, она увеличивает не только полезную площадь комнаты и убирает внешний шум, но и делает дополнительную звукоизоляцию между комнатами. Эта комната около 15 метров квадратных. Это детская комната со всем необходимым, Важным фактором нахождения в помещении является комфорт. Зимой комфорт в любом доме без наличия увлажнителя уменьшается за счет того, что воздух пересушивается и влажность падает. И в любом доме, практически в любом доме, вам нужно ставить увлажнитель. В этом доме реализовано интересное решение. Если обычный увлажнитель вам придется всегда пополнять водой, то здесь, по сути, сделано решение для автономного увлажнителя. Увлажнитель располагается в углу комнаты. За увлажнителем сделана система подачи воды. В увлажнителе есть датчик уровня. Когда уровень воды падает, вода автоматически поступает через систему водоснабжения дома в увлажнитель. Данное решение реализовано в двух спальнях. Это мастер спальня, спальня родителей и детская комната. В доме спроектировано два места для установки увлажнителя. Но благодаря тому, что увлажнитель автономный, в доме работает автономная система вентиляции, точнее, система вентиляции, которая сама включается, этот увлажнитель, один увлажнитель, поддерживает в доме влажность в районе 45. Вы можете настроить любую нужную вам влажность и чувствовать себя превосходно в своем доме. И по срокам возведения этого дома, с момента покупки участка до этапа возведения под тапочки прошло всего лишь 5 месяцев. За 4 месяца мы вместе с нашим заказчиком Артемом реализовали полностью готовый дом в этом виде. Я все благодаря тому, что грамотное планирование выходит в хороший грамотный результат. Иван, и в начале ролика я говорил тебе о том, что Артем планировал построить дачный дом и искал участок для строительства дачного дома. Но построив дом, семья Артема решила переехать в этот дом на постоянку, потому что это прекрасное место, дом находится недалеко от города, и они будут жить в этом доме круглый год. Твоим зрителям хочу сказать следующее. Если вы планируете построить дачный дом, остерегайтесь квадратуры больше 80 квадратных метров, потому что если вы построите дом в 3-4 комнаты, то, скорее всего, вы переедете в него на постоянку. Если вы хотите дачу, строите какое-то небольшое решение. И строите только хорошие дома.